Внутренний хватом или внешним? Вы видите, сейчас красный держит палку внутренним хватом. Дальше звучит команда «ТЛМ приготовиться» и «Чай» по якутским стартам. Итак, Агелина, вы видите, красный победил. Сейчас секундочку, не торопись, пожалуйста, я сейчас скажу о том, что… Как победить? Или можно вырвать палку, или перетащить соперника на свою сторону, или добиться того, что соперник потеряет равновесие и коснется доски упора коленом, локтем, головой, плечом. Все это запрещено и ведет к проигрышу. Итак, понятно, да? Один поединок длится до двух побед. То есть счет может быть 1-0, 1-1 и дальше 2-0 и 2-1. Итак, второй. После схватки спортсмены имеют право на отдыхание, отдыхают одну минуту, пытаются восстановить дыхание, пытаются восстановить свои силы и дальше судья приглашает их на вторую схватку. Сейчас меняется хват. Второй синий выбирает хват. Он выбрал внутренний. Опять звучит команда. И счет становится 2-0. После этого судьи подходят спортсмены. Судьи фиксируют победителя, обязательно жмут друг другу руки и возвращаются в разные стороны на свои позиции. Вот практически я вам показал это одна схватка. Сегодня и завтра на этом великолепном помосте примут участие спортсмены-юноши 2006 и 2007 годов рождения в пяти носовых категориях. Вообще, очень активно развивается и женский наследственник. Но сейчас в программе у нас только юноши. Поэтому вот в 14-м дом обязательно приходите. Это очень динамичный, захватывающий, с очень понятными правилами новый вид спорта. И немножко статистики. Напряжение здесь огромное. Если когда-нибудь сядете попробовать, то сразу поймете. Статистика говорит о том, что практически ни одна схватка не длится больше одной минуты. А 80% схваток заканчивается в первые 20 секунд. Новички обычно бесхитростно стараются, так сказать, перетянуть противника на свою сторону. И у них тяга проходит по прямому вектору. Более опытные спортсмены уже стараются, как бы, можно сказать, играть балансом, стараются двигаться по доске, стараются вывести своего соперника из равновесия, чтобы он потерял возможность, так сказать, правильно тянуть и допустил ошибку. Ну, это вы все увидите. Конечно, сегодня застрельщиком моды являются якутские спортсмены, но и во всех регионах, во многих регионах России уже подошло огромное поколение, в общем, очень опытных спортсменов. И здесь вот среди демонстраторов вы видите представителей Уральской школы масс-рестлинга очень активно развивается в Калуге, в Москве, в Республике Пашкар-Пастар. Поэтому еще раз не расходитесь ровно в 14.00. Сегодня мы приступим к поединкам в рамках нашего турнира по масс-рестлингу. Сегодня будут две весовые категории и завтра три весовые категории. А спортсменов, пожалуйста, ребята, подходите, попробуйте еще, разминайтесь. Постарайтесь почувствовать палку. Вот, ребята, новички. Это клуб тяжелой атлетики. Кстати, Приморский край. Да, правильно, ребята. Пятки. Вот пятки мы поставили перед тем, как... И когда прозвучит... Лучше пятки упирать. Упирать хорошенько, да. А когда прозвучит команда Че, то, в принципе, можно поднять... Ну, именно так правильно это сделал. Поднять ноги. Тогда пятая точка опускает центр тяжести ниже, и у тебя становится более выгодная позиция. Вот, говорю, просто круглая. Пройдет песка. Это плюс. Лучше пятки. Вот так, конечно. Этот турнирobоле. Прочем, конечно. И, конечно, выnotиться над тем, чем это для помощи. Продолжение следует... Продолжение следует... Поехали. С 대부분... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...